Приветствую вас. Давайте я попробую ответить вам ваш вопрос сначала, а потом дам небольшой комментарий по поводу всей вашей ситуации в целом. Во-первых, если мужчина лайкает фотографии женщин не облюблененных, а девчонок особых, то это совершенно не означает, что у него нет секса. Потому что если люди хотят секса, если мужчина хочет секса, он пойдет, условно говоря, пойдет и его получит там, где он может его получить. То есть проблем именно с тем, чтобы получить секс, мне кажется, именно у мужчины, у вашего мужчины нет. Ну, вот почему-то у меня возникла вот такая ассоциация или такое подозрение. Ну, нет у него с этим никаких проблем. Более того, он это делает слишком напоказ, он это делает слишком демонстративно. И вопрос заключается в том, зачем ему это? Вот, наверное, что является основным здесь. Зачем мужчине столь демонстративно показывать вам, как он, там, ну, как он, там, проявляет симпатию, да, по отношению к девушкам? Вот. Делает, делает это на зло вам. Я бы тоже не стал бы однозначно говорить о том, что он делает это вам на зло. Почему? На самом деле ответ на этот вопрос, он достаточно прост. Дело в том, что мужчина не то, чтобы на зло делает по, ну, потому что я прочитал. Мужчина не столько делает на зло вам, это сколько он просто пытается показать вам, что вообще-то говоря у него все хорошо. И что он живет активной жизнью, и что по вам он не скучает, у него все более чем в порядке. Ведет он активную жизнь и, в общем-то, не переживает. То есть, для мужчины, вот это, то, что происходит сейчас, для мужчины, это средство для того, чтобы вам показать, насколько у него все прекрасно, насколько у него все хорошо. Ага, и это означает, что как раз таки у него далеко не все хорошо. Потому что человек не стал бы демонстрировать, что у него все хорошо, если у него действительно все хорошо. И это нужно тоже вам понимать. То есть, вполне возможно, что имеет место быть какое-то переживание, вполне возможно, что имеет место быть некие такие чувства, эмоции, достаточно негативные. В связи с тем, что вы, например, расстались с ним, тем более, если, как вы говорите, вы любите друг друга. Имеет место быть это все, но мужчина не хочет показаться вам зависимым, мужчина не хочет показаться вам нуждающимся в вас, для него это негативное что-то, ну, связанное это с особенностями мужиковым. Мышление, связанное это с тем, как мужчины относятся к отношениям, вообще связанное это с тем, как мужчины вообще позиционируют себя в отношениях. И, соответственно, ничего удивительного в этом нет. Абсолютно нормальная позиция с его точки зрения, абсолютно логичная, абсолютно правильная и так далее. То есть, резюмируя мой ответ, проводя такой небольшой итог, хочется сказать, что мужчина не делает вам назло, и мужчина не нуждается в сексе, как таково. Но мужчина пытается вам показать, что у него все хорошо, что он живет дальше, что он, в общем-то, не страдает и, собственно, живет полной жизнью. Вас он отпустил, все у него здорово, и, в общем-то, он совершенно не беспокоится и не переживает. Это ответ на ваш вопрос, потому что, ну, люди, которые, например, назовут секс, они, ну, правда, те, кто хотят секса, действительно, и по-стояшему, они, ну, не будут действовать вот таким образом. Они все-таки будут вести себя куда более, знаете, направленно, они все-таки будут вести себя куда более, точнее, куда менее демонстративно, чем ведет себя ваш мужчина. То есть не стоит, вот, значит, как, не стоит придавать значение вот этой вот внешней стороне, потому что она лишь показатель того, что мужчина думает, что мужчина переживает. И так далее. И для вас было бы самым правильным в этой ситуации, для вас было бы самым правильным в этой ситуации, немного отдергивать себя вопросом, вопросом такого плана. Ну, короче, мужчина делает, там, какие-то вещи, как я понял, для него не характерны. Зачем это ему? Насколько это эффективно для достижения цели? Насколько это, ну, может дать ему то, чего он хочет? Вы почаще задавайте себе этот вопрос. Вы почаще спрашивайте себя об этом вот так. И, поверьте мне, многое будет гораздо легче для понимания вам. А, теперь дальше, ответ на ваш вопрос, в принципе, я завершил, ответил на него. Теперь мне бы хотелось добавить пару слов уже от себя. И, собственно, если вам это неинтересно, то вы можете не слушать. Если, соответственно, интересно, то вы тогда прослушайте дальше то, что я вам хочу сказать. Это будет немного, достаточно немного. Но, надеюсь, это вам поможет и будет вам полезно. Значит, вы пишите о том, что все полгода вы следите за его страничкой. И, кроме того, что это видит мужчина, видит, что вы по-прежнему в нем не станетесь, видит, что вы по-прежнему испытываете в нем потребность и, возможно, это провоцирует его на такое поведение. Так вот, кроме этого, вопрос у меня к вам. А почему вы это делаете? Зачем вы следите за его страничкой? Почему вы не живете в своей жизни? Почему вы не отпустили человека? Почему вы продолжаете за ним наблюдать? Почему вы позволяете себе следить за ним? Хотя, в действительности, вы можете уже и не быть даже вместе, и в действительности у вас уже может не быть ничего общего и так далее. Зачем вы за ним следите? Понимаете, а я ведь не просто так это у вас спрашиваю. Очень похоже на то, что у вас может быть любовная зависимость, то есть зависимость от человека. И если так, то именно не избавляться, она будет мешать вам, она не будет давать вам жить дальше, она не будет позволять вам больше от наслаждения, от жизни, и вы будете так и будете следить за человеком, при том, что это абсолютно ничему не приведет в дальнее И вот это нужно учитывать, понимаете, этот момент нужно учитывать для себя. Зачем вы следить за себя, зачем вы следите за себя, что вам медведи? Ну, любите вы человека, видите, что ему сейчас хорошо, отпустите его, если это любовь у вас. А если нет, если нет, если вы не можете отпустить человека, ну так, тогда, может быть, это и не любовь вовсе у вас. Может быть, может быть, у вас что-то другое, может быть, у вас действительно некая потребность в человеке для себя. И тогда, потеряв этого человека, не имея возможности реализовать свои потребности через него, вы и следите за ним. Потому что других способов для реализации своих потребностей, других путей, вы не начали. И если это так, то это очень будет плохо. Это очень плохо для вас. И тогда, если это действительно так, то с этим нужно будет разбираться. Это нужно будет анализировать, это нужно будет разбирать. И избавлять вас от потребностей, избавлять вас от зависимости. То есть, нет, неправильно сказал. А потребности, они останутся. Испытывать потребности, это нормально. Для человека хотеть чего-то, это естественно. Но неестественно хотеть это от другого человека, и неестественно следить за ним. Поверьте мне, это неестественно и вам во вред. И для этого необходимо увидеть, что вас, собственно говоря, удерживает от этого. Может быть, если бы вы перестали как раз следить за ним, за его традицией. Может быть, как раз, если бы вы перестали наблюдать и перестали проезжать внимание к человеку. Может быть, тогда он бы как раз и увидел бы, что он вам больше не нужен, и перестал бы делать то, что делает. И если бы он перестал делать то, что делает, может быть, он захотел бы к вам вернуться. Ну и естественно, отдельной темой для разговора, отдельным вопросом, который можно с вами обсудить, это вопрос, который вы не раскрываете здесь. Почему вы не расстались с любимым человеком, при этом любя друг друга, при этом испытывая взаимные чувства друг к другу. Чем это обусловлено и, собственно, откуда у вас информация, во-первых, откуда у вас знания, уверенность, что вы друг друга любите. И, собственно, в чем причина старания. Это также нужно будет с вами разобрать для того, чтобы помочь вам как-то подкорректировать свое поведение, подкорректировать свое отношение к себе и к молодому человеку. И обновить, по сути дела, вашу победительскую модель, может быть, для того, чтобы быть счастливой вам, может быть, для того, чтобы стараться, реанимировать отношения с ним здесь, в зависимости от ситуации, в зависимости от обстоятельств и от того, чего хотите вы сами. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку. Помогу, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи.